Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор и прогноз по рынку криптовалют на сегодня, на 10 мая. Давайте по традиции для начала посмотрим, чем отметился рынок у нас за последние 24 часа. Биткоин продолжает примерно на тех же котировках оставаться. Единственное, что за последние 50 минут он довольно сильное снижение демонстрирует, около 200 долларов теряя от своих предыдущих котировок. Ну и соответственно все криптовалюты из топ-20 никакой динамики также не показывают. Все торгуются около нулевой отметки. Ну и основные движения сейчас происходят наверное за пределами топ-20 на небольших криптовалютах по капитализации. Их мы сегодня, точнее некоторые из них также посмотрим, так как на основных рынках ничего не происходит. Ну давайте начнем наверное с биткоина и эфира. Я несколько слов по ним скажу, несмотря на то, что уже озвучил все возможные варианты и сделал это в большом количестве видео. Многие критикуют, говорят почему видео выходит не каждый день и все остальное. Ну просто мне даже ваше время жалко, если я буду каждый раз одно и то же говорить относительно того же биткоина, относительно того же эфира и никакой новой информации не привносить. Единственное, о чем я забыл сказать 8 мая, это об индикаторе друга, который мы подводим еженедельно. Напоминаю, что суть его сводится к тому, что мы узнаем суть общественного мнения, то есть куда трейдеры и куда инвесторы считают, что направлена тенденция по биткоину, как она изменится относительно текущих котировок. Так вот, на последний индикатор друга большинство проголосовало все же за то, что цена биткоина увеличится. Тогда цена была 9.349. Точка отчета является следующий понедельник, 13 по Москве. То есть поэтому, если мы учитываем, что мы действуем в точности наоборот, на то это индикатор друга, то получается, что цена биткоина должна снизиться относительно этих отметок. Ну и здесь я чуть более красиво нарисовал зону консолидации, я нарисовал ее не горизонтальной, нарисовал немного наклонной, то есть вот такой. Я не думаю, что это правильно, но выглядит чуть более красиво. Поэтому по биткоину я все-таки, кому интересно более подробный разбор, можете посмотреть предыдущее видео или пред-предыдущее. А если так более поверхностно, то я думаю, что после того, как мы здесь чуть-чуть сделали перехай вот этого вот максимума, скорее всего мы сейчас идем на перелов вот этого вот минимума, который на 8.800. Потому что здесь мы сбивали стоп-лоссы тех, кто работал на продажу без покрытия. Сейчас мы по логике должны сбить стоп-лоссы тех, кто работает в рамках данного рынка на покупку, для того, чтобы крупные игроки могли собрать здесь некую ликвидность. Вот, по эфиру ситуация аналогичная. Ничего не поменялось, следует вам точности за биткоином. Единственное, что чуть-чуть посильнее он здесь выглядит и не такие уж сильные снижения показывают процентным соотношением. Но я, честно говоря, не думаю, что это надолго. И сейчас, если биткоин чуть быстрее начнет падать, то едва ли какие-то криптовалюты, даже и стоп-20 или за ними, здесь будут держаться лучше. То есть, безусловно, на таком боковом рынке, когда биткоин там падает в пределах 5-7%, многие альты могут устоять. Но когда реально дело запахнет жареным и станет вопрос доверия вообще к рынку в краткосрочной перспективе, и биткоин будет уже какие-то более размашистые движения вниз показывать именно, то, я думаю, не будет или практически не останется каких-то альтов или каких-то криптовалют, которые здесь будут как-то чуть сильнее рынка отыгрываться. Скорее всего, все будут падать намного быстрее. Вот, поэтому по эфиру для меня приоритетной ситуации будет также отход где-то к 640 долларов, если биткоин упадет также чуть ниже вот этих 8800. Это более подробно вы также можете в прошлом видео посмотреть. А сегодня я взял несколько криптовалют необычных. Это вот эта вот Zilliqa, скорее всего, это 0x и криптовалюту еще Bitcoin Diamond. Спросите, Илья, что за мусор ты напихал в сегодняшний обзор, но я их напихал с точки зрения не того, что вот прям они мне нравятся как инструмент инвестиций, а с точки зрения интересных торговых ситуаций по ним. То есть, я думаю, что это может быть вас чему-то научит в плане каких-то сетапов на вход или наоборот на выход из позиции. Начинать мы будем вот как раз с этой криптовалюты, с непонятным названием, сокращением у нее ZIL. И здесь что мы видим? Смотрите, помимо того, что здесь есть восходящая тенденция, которая в принципе была довольно сбалансированная с самого начала листинга на Binance, сейчас мы наблюдаем явное ускорение тренда. То есть, в чем заключается ускорение? Есть какое-то некое среднее значение цены, но есть такая вот своеобразная, назовем это линия тренда. Она построена не по минимуму цены, она построена примерно по среднему значению цены за этот период. И мы сейчас видим, как сильно цена начинает ускоряться, то есть опережающими темпами здесь вырастать. Помимо всего прочего, здесь начинаются высокие всплески объема. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что сейчас, запуская такой резкий взлет цены, мы можем увидеть ситуацию обратную, когда цена, добравшись до таких практически исторических максимумов, сейчас будет привлекать большое количество частных инвесторов, в которых уже крупные игроки начнут наоборот закрывать позиции. И для того, чтобы привести некую аналогию с тем, что происходит здесь сейчас, мы посмотрим на биткоин, на график дневной. То есть здесь была аналогичная ситуация, мы видели в принципе довольно сбалансированный рост. После этого рост начался, ну как его любят назвать, экспоненциальный, но я не совсем люблю это название. Но суть в том, что тренд начал ускоряться и также задираться. И после этого мы видели опять же большой довольно объем на вершинах этого рынка. И после этого цена начала корректироваться. И ну фактически там сейчас уже скорректировалась до вот этих примерно средних значений. Я скажу я сразу, я не претендую на истинность вот этой вот трендовой линии, я построил просто ее примерно по взгляду, как вижу там среднее значение. То есть вот, поэтому аналогичная ситуация возможно светит и вот этой криптовалюте. Но опять же, что нужно учитывать? Нужно учитывать тот факт, что такое ускорение тренда, оно может еще какое-то время продлиться. То есть посмотрите на, например, котировки лайткоином. После вот такого ускорения, там котировки были около 100 долларов, было еще более сильное ускорение, там до 400 долларов. И только потом он начал возвращаться вот к своим предыдущим ценовым значениям. То есть поэтому это учитывайте, но я бы как здесь поступил, имея я эту криптовалюту. Я бы уже точностью, частью бы точно уже закрылся половиной или возможно двумя третьими позиции. И только треть бы держал в расчете на то, что там будет сценарий с дальнейшим экспоненциальным быстрым ростом и еще ускорением ростом. Вот, биткоин здесь взял для сравнения. Идем дальше, это криптовалюта 0x. Много сейчас о ней говорят, спрашивают в чате, когда я читаю. И в принципе да, что здесь меня привлекает? Во-первых, здесь есть перехай глобального максимума. Перехай глобального максимума обычно из двух этапов состоит. Первый этап это некие торговые алгоритмы. Они начинают здесь немного подскидывать цену, так как здесь большое количество игроков заходит, частных инвесторов. Это хороший очень сигнал на продолжение тенденции. И начинают чуть цену подскидывать. То есть примерно там достигая где-то 10, возможно 15% в рамках этих цен. То есть эти алгоритмы цену сбивают. И после этого мы уже видим дальнейший рост на перехай и рост довольно серьезный. Я опять же сделал аналогичный график, аналогичную ситуацию, которая была по EOS. То есть мы здесь видели то же самое. Мы видим вот примерно такую же вершину, как вот здесь. После этого цена корректируется, да, вот до этих значений. И далее идет перехай. Идет перехай, после этого перехая цена падает. Теряет примерно процентов там 12, наверное, как я вижу. И после этого уходит дальше. Поэтому здесь, если мы действуем по аналогичной теории, то мы можем утверждать, что 0x этой криптовалюте по отношению к биткоину, по крайней мере, еще есть куда расти. Но ни в коем случае не полагайтесь 100% на историю, что история там повторится в 100% случаев. Напоминаю, что там вероятность теханализа того же, она обычно 59-69%. Ну 60, короче, 70%. Поэтому обязательно это учитывайте. И даже если вы намереваетесь его перекупить, то какой-то стоп-лосс здесь нужно выставлять. А в идеале вообще брать после некого отката в те же 10-15%. Вот такая ситуация по этой криптовалюте. Много по ней вопросов. По EOS я свой взгляд озвучил. Вы можете его посмотреть позапрошлым видео. И, наконец, последняя криптовалюта это Bitcoin Diamond. Ну уж вообще до помоек докатился, вы скажете, но нет. Здесь Bitcoin Diamond мне нравится тем, что очень напоминает текущая торговая ситуация. То, что было у нас вот здесь. То есть сразу после листинга мы стандартно видим сильный рост. После этого такой же сильный откат. Далее цена начинает убиваться, ну биться точнее в уровень 2200. Да, ну видимо часть котировки. После этого снова памп, снова откат. Но это мы видели кучу раз. Что же интересно. Сейчас криптовалюта находится именно на этапе вот этого вот бокового движения. И бьется она об уровень 2800. То есть вот. До этого она билась не 2800, я неправильно сказал. Где-то 2000. Сейчас она бьется 2800. Иногда задираясь до 4000. И снова откатываясь. То есть не исключено, что велика вероятность повторения ситуации именно очередного вот такого вот пампа. Ну даже если там купить по 2800 в надежде додержать до 4000, это уже неплохой процент. Поэтому из помойных криптовалют мне Bitcoin Diamond здесь понравился именно вот этой вот технической картиной. Что есть некая вероятность, что его начинают набирать по этим ценам для того, чтобы очередной памп он какой-то увидел. Поэтому просто присмотритесь, если у вас есть некая часть инвестиций, там высокорискованная даже в рамках криптовалют, то можно какую-то часть сюда закинуть в расчете на вот эти вот процентики. Там x2, x3, ну и там в идеале додержать еще больше и что-то зафиксировать. То есть обратите на это внимание. А я в принципе на сегодня сказал все, что хотел. Напоминаю вам, что рынок криптовалют является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае сюда не инвестируйте то, что вы не готовы потерять. Формируйте всегда несколько альтернативных точек зрения, а торговые решения принимайте самостоятельно. И помимо всего прочего, я вам также хочу сказать, что 14 мая стартует мой онлайн курс, который будет посвящен как раз таки инвестиции, трейдинг на криптовалютных активах. Там помимо торговой системы разбираем также управление капиталом и психологию. То есть все составляющие своеобразного успешного трейдинга. Если вам интересно, я все ссылки кидаю всегда в описании. И на этом теперь уже я с вами прощаюсь. И до завтра. Пока. Всего доброго.